Балет 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 Балет, который теперь стал символом классического русского балета, Суан-Лейк. Балет не было успеха, он существовал в Большой репертуаре за пять лет, а затем был потерян за несколько лет. В то время, это не было огромное успеха. Балет существовал в Большой репертуаре за пять лет, а затем, более или менее, исчезал за несколько лет. После Балет-Лебои-Дормант и Кас-Ноизет, Директор Айпиралу предложил в Тчиковске another series, «Л'Ак-Ду Сигни». Но он был умер раньше, что было сделано. И это для меморобленной встречи с Тчиковске для начала, что, по-моему, он, который там называется Лев Иванов, нужно помнить его, он сделал второй. «Л'Акт Блант», «Л'Ак-Ду Сигни». После того, после успеха Тчиковске, «Sleeping Beauty» и «Nutcracker». «Директон» предложил ему вернуться в Суан-Лейк, но он умер, Чайковский, и не увидел Суан-Лейк. И для первого раза, это был его мемориабельный вечер. Ван Лирф Иванов, я надеюсь, что вы все помните этот имя, он стажировал второй акт, «White Act», для этого мемориабельного вечера. И в один раз, «Ле Балет» был полностью создан для Театра Марински, в кореографии Петипа и Иванов. И в один раз, этот балет был полностью создан для Театра Марински, в кореографии Петипа и Лев Иванов. В этом году, в 1900 и в 1920, Горский, который был учител Петипа, сделал Суан-Лейк, а затем это мемориабельный вечер, и, в этом году, это балет Юрий Григорович в 2001-мемориабельный балет. История Болшой, на нашем сцене, этот балет был стажен в году 1900, в году Горский, и, в later 1920, Горский был пупел Петипа. Потом, мы получили Мессерер и Мессерер-Радунски, в год. И, в этом году, мы увидимся, что вы увидите сегодня. Он был стажен Юрий Григорович, первое время, в 1969, и вы смотрите его версию в 2001-мемориабельный балет. По сравнению с гриографией, вы увидите сегодня, это Юрий Григорович и, в конце концов, он был создан в первом и четвертом акте. В третьем акте, в « Данце с фианцей», это тоже Григорович. И в втором акте, это было Иванов. И, в том числе, это было Горский. И, в первом акте, между Одет и Зигфрит, это Ваганова. И, в том числе, Горский, который вы увидите сегодня, в версии Григорович, он создан в первом и четвертом акте. Все, что танцы, в « Данце с фианцей», это тоже Григорович. В третьем акте, « Данце с фианцей», Григорович. И, в том числе, « Горский», вы видите, « Данце с фианцей» и « Данце с фианцей» в втором акте. Конечно, что это великолепно в « Данце с фианцей» в целом акте, это, в мире, это тщайковский. И, в этом году, это « Большой» это мастер Сорокин, с мастер Сорокин, который будет играть с вашими партитетами. Наверное, что это большая часть в этом успехе входит в мастерске проживание , что будет выполнена сегодня для вас. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Это семинар «Выпускница Академии имени Ваганова», это ее третий сезон в Большом театре. У Элеоноры уже очень большой репертуар. И сегодня, во второй части нашего вечера Элеонора будет танцевать испанскую невесту. Возможно, вы знаете, что Юрий Николаевич Григорович, именно он, из характерных танцев сделал здесь тоже классическую хореографию, поставив всех невест принца на пуанты, и, соответственно, вместе с Версаладзе, придумывая художественное оформление этого спектакля, Они решили сделать его очень символическим. Платья почти всех невест похожи, они белые, отличаются какими-то деталями. И я хочу спросить Элеонору, какими деталями, что говорит о том, что именно она испанская невеста? Всем здравствуйте! Я очень рада сегодня участвовать в трансляции. И, конечно, у испанской невесты это в первую очередь, конечно же, Романзал. Это, конечно же, веер. Я имею в виду специальные цветы, да? Да, она очень красиво расшита и подходит по цветам костюм. И у каждой невесты, конечно же, есть своя отличительная черта, которая говорит о ее характере, национальности. И, конечно, всегда очень интересно танцевать характерную роль, когда ты можешь добавить какого-то настроения особенного. And it's very interesting to dance a role with a character, when you can put into this role some particular mood. Вот, поэтому... И костюм этому помогает тоже, конечно же. And the costume helps me in that. Ну, а что в ваших движениях тоже показывает на то, что вы из Испании? И, может быть, вообще, поскольку вы с молодыми людьми же танцуете, может быть, они как-то это тоже подчеркивают. And what in your dance is showing that you are coming from Spain? Ну, наверное, даже легче показать, потому что такие руки... Maybe it's more easy to show. It's hands like this. То есть, если это была бы польская невеста... So, if I would be a Polish bride, I would have hands rather like that. То есть, это как особенности национальных танцев. So, it's really a particularity which comes from the character dancer of that country. Спасибо вам большое. Спасибо. Будем вас ждать на сцене. Спасибо. 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 And I shall continue. I would like to present you the second part of our evening. So, in the second part of our evening, as I told you, the whole fourth act was staged by Yuri Grigorovich himself. And in the third act, we still have some moments from Petit Pas. This is a famous black pas de deux of Adil and Siegfried. But even in this pas de deux, female and male variations were staged by Yuri Grigorovich himself. When this ballet was created for the first time in Bolshoi, it was done for one Moscow ballerina, Kropakova. So, I want to start with you a little bit about the second part of our evening. And as I said before, the fourth act, it's entirely choreographed by Yuri Grigorovich. And even in the third act, where you will find this famous pas de deux noire d'Odile Siegfried, all the variations feminine and masculine were arranged by Yuri Grigorovich. When this ballet was created in Bolshoi, in 1877, it was done for a dancer named Karpakova. Later, another Moscow dancer, Sebishansk, was danced by the main role. In Mariinsky, it was done for a dancer italian named Pierina Lignani. And among the great stars that played the role of Dil Odette, we had to talk about Spisifceva, Tamara Karsavina, Marina Semyonova, Galina Ullanova, Plysietskaya. And in the most recent time, Bismertinova, Lapatkin in St. Petersburg, and Svetlana Zakharova in Moscow. Later on, the principal role in Bolshoi was danced by Sebishansk. And in St. Petersburg, when Petipa Ivanov version was made in Mariinsky theater, it was for italian stars Pierina Lignani. Later on, of course, Tamara Karsavina, Olga Spisifceva, Marina Semyonova, Galina Ullanova, Natalia Ullanova, Natalia Bismertinova, Maja Blysietskaya. And in the most recent time, Ulyana Lapatkin in St. Petersburg and Svetlana Zakharova in Moscow. This evening, you see in Odette and Odile, now, our contemporary guest, Olga Smirnova. Olga Smirnova was trained in St. Petersburg. She did her studies at the Vaganova School. After all, she was invited by Sergei Filin. She came to Bolshoi, where she started her work with a very famous dancer, Marina Kandratiwa. And now, she continues with Maria Alash. She works a lot in the whole world. She works also with different choreographies. I wanted to mention the name of Jean-Christophe Mayer. And this evening, Olga Smirnova, our Odette Odile. Tonight, our Odette and Odile, Olga Smirnova. She was born in St. Petersburg. She graduated from Vaganova Academy and was invited to Bolshoi by Sergei Filin. She danced now all leading roles in our repertoire. She came and started to work here with Marina Kandratiwa and continues now with Maria Alash. She dances worldwide, and she works with different choreographers. I would especially like to pronounce the name of Jean-Christophe Mayer. And tonight, she is our Odette and Odile. I would like to tell a few words about our Siegfried. As I told you, the first performer in St. Petersburg in this version of Ivanov and Petitpas was Pierina Lignani. She was Italian. And our Siegfried tonight, also Italian, Jacopo Tissi. Jacopo Tissi was the teacher in Italy. After the time, we had been a dancer in prison, it was Pierina Lignani. And this evening, our Siegfried was also the teacher of the Italian dancer. Jacopo Tissi got to study in Italy. И потом, Макар Вазиев, который был генерал Компании Доласкалал, был приглашен к этому компанию. И когда Макар Вазиев был нанимен как директор в Болшой, он приглашал Яков Потиси, который сейчас работает в Болшой, который говорит русский язык, который работает здесь с Александром Ветронф, и это он, наш Зигфрид сегодня. Яков Потиси был в Италии, учился в Италии, и когда Макар Вазиев был в Ласкале, он приглашал его к этому компанию. И когда он получил Болшой балет директор, он приглашал Яков Потиси в России, что он сделал, и теперь он говорит русский язык. Он работает в Болшой с Александром Ветронф, и это наш Зигфрид сегодня. Один из самых больших изменений с Григоровичем, который создавал Родбарт, он изменил его роль. И это не сейчас, но сейчас, но это просто другое эгое, или его destiny, или его омпы, этот характер внутренний. Он стал очень сильным. И это был Борис Акимов, который сделал его роль. И это становится не так, И это будет очень серьезно, что Григоровича, который был создан япылью, Есть его роль, он изменит из директор, как милей и милей, что был восток, как область милей, это был его poder. В первой выступлении этого роли был Борис Акимов. И сегодня, Егор Гирашенков, который уже танцует и продолжает танцевать этот ролл для вас. И сегодня Егор Гирашенков, который уже танцует на первой части, продолжает выступлению этого ролла для вас. Егор Гирашенков был в Москве, он учил в Москве, в нашей академии, и он учил в Санкт-Петербурге, и он учил в Санкт-Петербурге. И сейчас он работает в Большой, через несколько сезон, с Владимир Никонов. Егор Гирашенков был в Москве, он учил в Москве, и за последние два года его время в академии, он уехал в Санкт-Петербурге и учил в Санкт-Петербурге. И теперь, за несколько сезон, он выступает здесь, в Москве, и он работает с Владимир Никонов. Это его, в нашей версии, который руководит всю историю и всю историю, и всю историю « Принц». Это, кстати, очень ужасно, но я желаю вам очень красивую вечерию с Большой Компанией, который танцует на балет, что сегодняшний балет для вас, «Лег Дусинь». Таким образом, его гирашенки, он будет проводить, как принц, на своем трагике, но, все равно, я надеюсь, что вы будете проводить прекрасную вечерию и смотрели Волшой Компанией это имплемное балет, «Сван Лейп». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА